Как часто встречаются ситуации, когда, находясь в другой стране, возникла необходимость купить те или иные лекарства. Однако, приходя в аптеку, обнаруживается, что ни одного знакомого названия нет. А называя привычное название нужного препарата, фармацевт просто не понимает, что именно ты хочешь. Так, один мой друг, находясь в Турции, пришел в аптеку, чтобы купить крем от солнечного ожога, а ему продали крем от синяков. Лёва, привет! Привет! Чтобы с тобой такого не случилось, сегодня мы тебе расскажем про аптеки в Турции и как купить нужные тебе лекарства. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Итак, аптеки в Турции называются Egyamir. Однако, многие владельцы указывают и названия на других языках. Нередко можно увидеть названия даже на русском. Аптека, например. Или чаще на английском, в формате. Чтобы всем иностранцам было понятно, как найти аптеку в Турции. В Турции медицинские препараты дешевле по ценам, чем во многих других странах, в том числе и в России. И самое главное, что нет поддельных лекарств. Как у них так получается? Так как законом предусмотрена суровая уголовная ответственность самому фармацевту, который не уследил за качеством лекарств. И там лишение свободы аж до 25 лет и нередко закрытие аптеки. Многие туристы приезжают и специально закупаются лекарствами и везут их к себе на родину, чтобы сэкономить свои средства. Чтобы представить ценник, приведем пример цены тех лекарств, которые мы принимаем на опасной основе. Ведь у многих есть такие лекарства. Вот, например, мой препарат. Здесь стоит 600 рублей за упаковку. Когда в РФ я его покупала за 2 500 рублей за ту же самую упаковку. Или другой препарат, например. Покупала в РФ за 1500 рублей, а здесь он стоит 500 рублей. Цены приведены по текущему курсу на момент съемки видео. Как правило, аптеки имеют стандартный график работы с 8.30 до 18.00 с понедельника по субботу. По воскресеньям всегда выходной. Но встречаются аптеки, которые работают до 19.00 часов. Летом аптеки в курортных городах работают аж до 21.30. Но и в каждом районе города имеются дежурные круглосуточные точки продажи медикаментов. Иностранец по закону в Турции не может работать фармацевтом. Эта специальность открыта только для местного населения. В аптеках в Турции фармацевты хорошо ориентируются в лекарствах. И всегда смогут подсказать нужное лекарство по названию активного вещества. Если тебе нужен какой-то препарат, который ты постоянно принимаешь, посмотри на своей упаковке название действующего вещества. И назови его фармацевт в аптеке. Можно ли купить лекарства в Турции без рецепта? Сейчас узнаем. Здесь есть категории лекарств, реализуемых по рецепту. Чтобы узнать, продадут ли нужное лекарство, есть волшебный сайт, в котором ты вводишь название препарата или действующее вещество. И тебе вываливаются все препараты с содержанием этого действующего вещества. Ориентируемая цена. И если написано «Normal Речете», то отпускается без рецепта. А если «Тагиби Зорунлу Речете», то значит, что необходим рецепт. Вот этот сайт. За нарушение правил отпуска по рецепту предусмотрено суровое наказание, в том числе и закрытие аптеки. Поэтому, если на препарат предусмотрен рецепт, то без него, как ни крути, препарат тебе не продадут. Антидепрессанты, например, в Турции продаются без рецепта. Некоторые группы антибиотиков также не требуют рецепта. Все это можешь посмотреть на сайте, который мы привели тебе ранее. Он еще в описании был. В Турции нет в продаже препаратов, не имеющих четкую клинически доказанную эффективность. Например, здесь невозможно купить препараты из группы так называемых феронов. То есть это виферон, аноферон, циклоферон и так далее. Эти препараты являются иммуномодуляторами, эффективность которых на данный момент не доказана. Такая же ситуация сложилась и с ноотропами, так как их эффективность сомнительна. БАДы без доказательной базы тоже не продаются. Из тех, что я видела в продаже, это только Солгал. То есть это американский БАД, всемирно известный, имеющий клиническую базу доказательную. Также здесь в продаже не найти ни зеленки, ни спирта, ни активированного угля, ни смекты, что очень любят граждане РФ, особенно возрастные. Не все время вам помажь чай зеленкой, или купи там смекту, уголь, активированный. Но есть турецкие аналоги, которые эффективны. Все препараты турецкого производства с высокой частотой действующего вещества. Поэтому здесь не нужно перебирать, какое бы мне лучше взять лекарство, как привыкли опять же люди в странах СНГ в аптеке. Смело можно покупать любой аналог и не париться. Аптечная косметика здесь тоже дешевле, чем, например, в России. Для примера 400 мл умывалки фирмы La Roche-Posay из серии Foclar здесь стоит 950 рублей, против 1800 рублей в России. Ну, вот, пожалуй, и все, что мы хотели сказать об аптеках в Турции. Если собираешься в Турцию, сохрани себе сайт из описания и пользуйся на здоровье, если возникнет такая необходимость. Ну, лучше бы ее не возникало, конечно. Если тебе была полезна данная информация, поставь лайк, подпишись на канал. Если что-то непонятно, напиши комментарий, мы на все вопросы ответим. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok